Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Интересные факты об ураганах Проявление септоники природы на примерах леммингов и мышей-полевок Климатический обзор за неделю Пример доброты из Сорочинска Эффект сотой обезьяны Слово ураган появилось в испанском языке от племен населявших острова Карибского бассейна Официально считается, что это слово на их языке означало шторм, ураган А неофициальное значение обозначало бога шторма или злого духа У народов майя уракан был богом бури, ветра и огня А также одним из трех богов, которые создали человечество До 16 века ураган называли по-разному Пока не было твердо установлено Уильямом Шекспиром Когда он написал Хьюрикано, обращаясь к водяному смерчу Ураганы могут кружить друг возле друга Такое явление называется эффектом Фудзивары Ураганы никогда не образуются непосредственно на экваторе Потому что для их возникновения нужна сила Кориолиса Которая на экваторе очень мала Сила Кориолиса действует на движущийся ураган вдоль Меридианов в северном полушарии вправо и в южном влево Потоки воздуха во время ураганов движутся против часовой стрелки в северном полушарии и в противоположном направлении в южном О спиралевидных движениях в природе Вы можете ознакомиться в книге Анастасии Новых «АЛЛАТРА» Разница между ураганами и торнадо в их длительности и в их диаметре Во время ураганов часто появляются и торнадо Так, в 1967 году во время урагана Беула возникло 141 торнадо А в 1992 году во время урагана Эндрю – 62 Также торнадо могут появляться спустя несколько дней в местах соприкосновения урагана с земной поверхностью Энергия, которая освобождается во время ураганов, настолько мощная, что ее хватило бы на освещение всего Лас-Вегаса на многие годы В центре ураганов находится область сверхнизкого давления диаметром до 30 км Это так называемый «глаз урагана» или же «глаз бури» Глаз бури – это отверстие, в котором царит штелевая погода с более высокой температурой Опускаясь, теплый воздух попадает в более холодные первые витки спирали Образуя высокую разницу в давлении, которая в свою очередь и раскручивает спираль Вокруг глаза бури – самая большая скорость урагана Люди, наблюдавшие это явление, рассказывали, что находясь в центре урагана, тихом его участке, предполагали, что он закончился Однако, спустя какое-то время, когда глаз бури смещался, начинался невероятно сильный шквалистый ветер, дующий в противоположном направлении Создавалось впечатление, что ветер просто дует по кругу, и спастись от него невозможно Все в окружающем мире фрактально Внешний мир является отражением внутреннего Как в урагане есть глаз бури, так и в человеке есть его внутренний источник – душа, частица извне, из духовного мира У которой один вектор движения, одно желание Душа на самом деле стремится вырваться из этого мира Она стремится к Богу, в свой мир Очень важно найти в себе этот источник, потому что он порождает безбрежность жизни внутренней Оно раскрывает неиссякаемый источник счастья, радости Оно безгранично и бесконечно И оно дает жизнь тем, кто принимает ее на глубинном чувстве Оно дает жизнь тем, кто уже совершил свой выбор и живет им каждый день 13 января Япония От снегопадов пострадали несколько десятков человек в префектурах Исикава и Фукуи на острове Хансю Высота снежного покрова в стране местами достигала более 120 сантиметров Произошли перебои с транспортом Бразилия Муниципалитет Монтис-Кларус пострадал от обильных ливней с сильным градом Филиппины В провинции Южный Камаринес и в регионах Восточной Висайи и Давао произошли наводнения 8 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома В регионах вулкана Майон, расположенного на острове Лусон, были эвакуированы более 38 тысяч человек, проживающих в радиусе 7 километров от вулкана Канада Таяние снега и обильные дожди вызвали наводнения в западной части острова Ньюфаунленд Повреждены десятки домов В нескольких населенных пунктах было объявлено чрезвычайное положение Австралия В штате Тасмания на смену 35-градусной жаре пришло сильное похолодание, сопровождающееся местами градом и снегом Явление необычное для этого времени года, когда нормой считаются высокие температуры В течение дня на планете было зафиксировано 299 землетрясений, из них 52 магнитуды свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,9 14 января Перу Землетрясение магнитудой 7,1 на глубине 12 километров произошло в 42 километрах от города Акари Пострадало 80 человек, разрушены 170 домов США В городе Халлоуэлл, штата Мэн, ледяные заторы вызвали поднятие уровня воды на реке Кеннибек Были затоплены прибрежные районы Фиджи На острове Витилеву проливные дожди вызвали наводнения Наиболее пострадали город Лоутока, Мба, Нади, Ракираки и Тауа Парагвай В округе Асунсьон обильные осадки вызвали повышение уровня воды в реке Парагвай, что привело к наводнению Из пострадавших районов были эвакуированы 1255 семей В течение дня на планете было зафиксировано 307 землетрясений, из них 62 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 7,3 Септоника природы Интересное коллективное поведение встречается у леммингов и мышей-палевок Встречая препятствия на пути миграции в виде рва, они не ищут обходной путь, а создают мост своими телами Они продолжают движение вперед, игнорируя любую угрозу для своей жизни У них полностью отключается инстинкт выживания, и погибая, они не делают никаких попыток спастись Они словно по какому-то приказу останавливаются, не двигаясь дальше, и формируют своими телами мост, по которому продвигается стая, идущая позади Дорогие зрители, в этом разделе мы будем знакомиться с различными проявлениями септонного поля в природе И находить подтверждение его существования Нам необходима ваша помощь Присылайте на почту info.sobachka.geocenter.info с пометкой для климат-контроля информацию, подтверждающую существование септонного поля, какая вам будет встречаться Вместе мы сможем найти множество таких примеров И с помощью исконных знаний из книги АЛЛАТРА Анастасии Новых, вышедших докладов ученых АЛЛАТРА НАУКА А также передач с Игорем Михайловичем Даниловым Сможем сопоставить их вместе и сделать необходимые выводы Благодарим, что остаетесь с нами и помогаете делать наш канал еще более познавательным и интересным 15 января Греция От циклона Тисей пострадала южная часть страны На северные и центральные регионы обрушились сильные снегопады В течение дня на планете было зафиксировано 295 землетрясений Из них 60 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,4 16 января Мозамбик Шторм обрушился на северо-восточную часть страны В провинции Нампула от сильного ветра и обильных осадков пострадали несколько населенных пунктов Сальвадор Вблизи вулкана Сан-Мигель сформировался полевой вихрь В течение дня на планете было зафиксировано 302 землетрясения Из них 44 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,9 Пример доброты и человечности Петр Григорьев, 70-летний житель из города Сороченска в Оренбургской области России Организовал на горе Маяк льготный горнолыжный курорт Об этом курорте уже знают многие далеко за пределами области И знают прежде всего не благодаря крутым спускам и высокой горе О своей необычной плате за катание Здесь можно расплатиться не только деньгами, но и знаниями учебных материалов Плата за вход и снаряжение стоит 200 рублей А для отличников местных школ и вузов это бесплатно Хорошисты платят 25% Для предъявления оценок ученики уже привыкли постоянно носить на гору с собой дневник Чтобы показать его дяде Пете Который очень хочет, чтобы дети были здоровы и учились хорошо И постоянно расширяли свой кругозор Благодаря его стараниям отличников прибавилось Учителя очень радуются этому Жители города помогают дяде Пете чем могут Сам же Петр Григорьев встал на лыжи в 70 лет А затем начал обучать этому и других Если каждый делает добро в пределах своих возможностей Возможности добра становятся беспредельными 17 января Австралия За сутки в городе Перк в штате Западная Австралия Выпало до 96 мм осадков Что составляет 4-х месячную норму В результате затопления 1300 домов остались без электричества США Шторм Инга обрушился на южную часть страны В четырех штатах было объявлено чрезвычайное положение В течение дня на планете было зафиксировано 283 землетрясения Из них 52 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 5,7 18 января Шторм Фредерики со скоростью ветра до 38,8 метров в секунду Обрушился на Европу Наиболее пострадали Бельгия, Германия и Нидерланды В Индийском океане от тропического циклона пострадали острова Маврикий и Риуньон Скорость ветра достигала 40 метров в секунду Местами в течение 24 часов выпало более 800 мм осадков Сотни жителей были эвакуированы Десятки тысяч жителей остались без электричества Украина В десяти областях страны из-за сильных ветров со снегопадами Были обесточены 737 населенных пунктов В городе Одесса обильные дожди пришли на смену снегопаду Под водой оказались улицы города Количество выпавших осадков превысило месячную норму января В течение дня на планете было зафиксировано 331 землетрясение Из них 61 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6,2 Верьте себе и живите так, направляя все свои силы на одно На проявление в себе Бога И вы сделаете все, что можете сделать И для своего блага И для блага всего мира Лев Николаевич Толстой 19 января Турция В городах Диер-Бакыр и Мардин прошла песчаная буря Сирия Вследствие шторма в Средиземном море Были закрыты перебрежные порты Скорость ветра на суше достигала 28 метров в секунду В городе Дамаск толщина выпавшего снега достигала 50 сантиметров В течение дня на планете было зафиксировано 296 землетрясений Из них 51 магнитудой свыше 4 Максимальная магнитуда составила 6,5 На протяжении недели в стадии извержения находилось 37 вулканов В течение недели произошло 481 землетрясение В радиусе до 20 километров от действующих вулканов И на глубине не превышающей 20 километров Наиболее активными были вулканы Клер-Лейк и Стимбоут-Спрингс в США А также Бардабунга в Исландии Также произошло 5 землетрясений в 30 километрах от Кальдеры-Елоустон С максимальной магнитудой 1,7 Всего за неделю более 48,5 тысяч человек стали климатическими беженцами На острове Касима в Японии в 1950-х годах Ученые кормили сладким ботатом диких обезьян, разбрасывая его по песку Обезьяны любили ботат, но им не нравилось, что на нем был песок Спустя некоторое время самка, которую назвали иму, нашла решение этого вопроса Она вымала ботата в воде и обучила других обезьян этому А когда количество обезьян, научившихся смывать песок с ботата, достигло 100 особей Произошло то, что официальная наука не может объяснить уже более 60 лет Все обезьяны на близрасположенных островах, не соединенных между собой Начали сами мыть ботат, не видя примера перед собой Это явление получило название «Эффект сотой обезьяны» Что это за явление и почему при достижении 100 особей Сразу же все обезьяны на всех островах, в том числе и находящихся в зоопарках, начали мыть ботаты? Ученые, проводившие наблюдения, задались вопросом А может во всем мире обезьяны научились мыть ботат? Но такого глобального исследования не проводилось Ученые предположили, что когда какому-то навыку обучится определенное количество особей популяции Вся популяция получает новую информацию и приобретает новые умения Так же и у людей, и этому есть множество подтверждений Все дело в том, что ученым удалось обнаружить так называемые зеркальные нейроны Которые активируются так, как будто сам смотрящий делает то, что видит на примере Тема зеркальных нейронов скрывает в себе много интересного И как сказано в книге Анастасии Новых АЛЛАТРА Доступна она будет в полном объеме тогда Когда человечество доберется до фундаментальных понятий о невидимой природе человека До возможностей расширенного восприятия информации через измененное состояние сознания В частности, через различные духовные практики и медитации, направленные на духовное развитие Зеркальные нейроны — это всего лишь маленький шажок науки На пути, который в будущем может привести к пониманию работы реальных механизмов общей конструкции человека Как именно человек считывает информацию, чувства и эмоции другого человека Еще до поступления вербальной или визуальной информации о собеседнике Все в наших руках Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова